В единой дежурной диспетчерской службе Иркутска снова цейтнот. Причина в затяжном дожде. Он начался в ночь с 1 на 2 сентября и идет до сих пор. Пошла вторая после августовских паводков волна звонков с сообщениями о том, у кого что утонуло. По итогам прошедших выходных у нас поступили звонки с улицы Фабричной, с садоводчества Родник. Идут звонки такого характера, что топят не из-за того, что из поймы, из берегов вода и выходит, а из-за того, что идут грунтовые воды. Из-за обильного выпадения осадков поднимаются из-за грунтовых вод. То есть топят подвалы. В некоторых садоводчествах до сих пор не организованы у нас канавы. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям принимается решение ввести в областном центре режим повышенной готовности. Пока угрозы разлива рек нет, но на случай ухудшения ситуации организовано дежурство экипажей аварийно-спасательной службы. Главное внимание районам Иркутска и пригородам, которые рискуют сильнее всего. Это Плишкинский тракт, предместие рабочее, поселок Кирово. На базе школы номер 66 развернут пункт временного размещения. Мы мониторим ситуацию, отслеживаем уровень воды в частных домах подтопления. Заявок пока немного. Те садоводства, которые в прошлый раз пострадали от подтопления, там мы мониторим круглосуточно. У нас там экипаж ППС, экипаж спасателей, прямая связь, постоянная круглосуточная связь с председателями СНТ. Своевременно повесили жители о возможном подтоплении. Жители, которые могут, выехали в город, а те, которые там проживают, приняли меры предосторожности в случае подтопления. В региональном управлении МЧС заявили, повышение уровня воды ожидается на малых реках Иркутского, Шелиховского и Ангарского районов. То есть в Ушаковке, Алхе, Куде. В пониженных местах вода может выйти на пойму. Что мы, значит, ожидаем по данным поводкам? Ну, пока мы говорим о прогнозе 30-80 сантиметров и возможность подтопления пониженных участков местности. С учетом того, что буквально немного более чем полмесяца назад у нас подобный прогноз был, и последствия были несколько непрогнозированы, поэтому организованы данные виды работ, которые именно направлены на то, чтобы максимально сократить именно возможный ущерб, который он может получить. Со 2 по 5 сентября в Иркутске выпало 73 миллиметра осадков, что составляет 146% от месячной нормы. В августовские ливни было вдвое больше. По прогнозам гидромедцентра сегодня к вечеру дождь утихнет, а 6 сентября прекратится. До 11 сентября в Приангаре будет большей частью сухо и местами даже солнечно. Галина Тернева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.